Все-таки вы намерены как-то дальше бороться, я не знаю, там что-то предпринимать, подписи новой собирать? Ну, конечно, мы не оставим это из внимания. Я считаю, что слушания прошли с многочисленными нарушениями. Слушания должны были проходить в том районе, где происходит эта застройка. Это сделано все специально, перенесли сюда до 1 мая, чтобы местные жители сюда даже ни одна маршрутка не ходят. Вы видите, что всех привезли на автобусах. Вы снимите автобусы, которые их сажают. Депутат Гвоздев мне сказал, что же вы не привели своих друзей, 100 штук, 200, миллион штук. Ну, это же не стенка на стенку. Ну, это же совесть какую-то нет. Это же не так делается, общественные слушания. Кто больше народу приведет. А автобусы вы видели при вас, они начали приезжать, да? Да, да. Сколько примерно было автобусов? А автобусов 12. 16, нет, больше. Студентов больше привозили, много. 8 автобусов сначала приехало, они заполнили зал на кинопросмотр. И штук 8 еще со студентами. Потом они стояли на жаре вот на этой лестнице, как раз длинная очередь. Они стали и перекрывали с собой подход, чтобы они зашли, а остальные там или не успели, или уже места в зале нет. То есть, как бы на слушании они стояли первые. А уже штук 450 где-то сидело в зале, все, что на кино приехало. А еще неожиданный концерт сначала был, да? Да, был концерт, был очень громко, все тут кричало, пели патриотические песни за всех сет. Очень красиво, когда патриотизм с коммерческими интересами вот так пытаются растить. Это, конечно, мне кажется, у молодежи это совершенно собьет всякие представления. Где патриотизм, где деньги, там, прибыль, нажива. В общем, я как мама, я в возмущении больше всего от этого. Набережная Победы, лучше Набережная Дарса или имени Рябова, я не знаю, лучше не Победа-то. Ну, в общем, некрасиво очень. Вот, спасибо. Спасибо.